Sony опять пришла со своей игрой на ПК и с треском провалилась. И это еще раз подчеркнуло, насколько же провальную стратегию на ПК ведут сейчас Sony. А в конце я расскажу, почему все порты Sony в будущем будут по большей части такими же провалами. Ребятки, всем привет! И давайте я вам сразу проясню, что я ни в коем случае не являюсь хейтером Сонника. Я к нему непредято отношусь. Нет. Мне нравится его контент, мне нравятся видеоролики его. Я его с удовольствием смотрю и смотрел и раньше. С роликов, как он снимал еще про Assassin's Creed, там про разные факты и так далее. В этом ролике я себе не ставлю цель обосрать Соника или как-то его там контент захейтить. Нет. У него прикольные видеоролики, которые я опять же с удовольствием сам иногда смотрю. Но вот случайно так вышло у него буквально день назад одно прикольное видео, которое называется «Сони потеряли ПК». Видео посвящено обзору нового эксклюзива Sony, который они слили в очередной раз на ПК, а именно Ratchet & Clank'у, в котором он объясняет нам, что вот игры от Sony уже потихо сдают позиции и они не такие крутые, как были раньше, в том числе и Ratchet & Clank. И скажу честно, меня это видео прям задело. Блин, мне так понравился Ratchet & Clank, я его так хвалил, а Соник взял его и засрал. Ну как он мог? Ну конечно же дело не во мнении Соника, это его ютуб канал, это его мнение, на которое он имеет полное право. Дело в том, что наша аудитория, точнее наши зрители, очень сильно схожи. Ну это все видно в статистике ютуба. Как бы он большой канал и часть его зрителей смотрит мой канал. И этим самым общим зрителям я бы хотел объяснить, что Соник в этом ролике, скажем так, не совсем был прав. Плюс к этому я знаю, что вам такие видеоролики нравятся и не нужно мне врать, чуваки, у меня есть статистика ютуба, я знаю, что мои зрители смотрят, поверьте мне, я знаю, что такие ролики вам нравятся. Ну и конечно же не буду лукавить, не буду вам врать, я максимально с вами честен. Этот ролик для того, чтобы немножко, скажем так, активность на канале приподнять, немножко подписчиков залутать. Ну да, возможно неприятно, зато честно, да чуваки, таковы реалии ютуба. Если вам будет интересно, то обязательно поставьте лайк и на канал подписывайтесь, и давайте уже начнем смотреть ролик Соника. Или Саника. Кстати, как оправданник его читается, до сих пор не знаю. Да ладно, пофиг. Соня опять пришла со своей игрой на ПК и с треском провалилась. Хотя это большая дорогая игра от Инсомник, которую сделали Человека-паука. И как амбассадор Сони на пекарне, я просто обязан поговорить с вами о Рэчет и Кланг Рифтапарт. Это первый эксклюзив PS5, настоящий Next Gen, которого также решили в кавычках слить на ПК, чтобы мы восхитились. Но чё-то людям не особо захотелось. И это еще раз подчеркнуло, насколько же провальную стратегию на ПК ведут сейчас Сони. Без понятия, о какой провальной стратегии Сони говорит, то, что Рэчет и Кланг просто не так уж и стильно нужен людям, это факт. Да, это показала статистика Стима, что игру не так охотно покупают. Но тут дело не во всех играх Сони или Сони в целом, нет, просто игра не такая уж интересная. А почему-то же остальные игры от Сони, которые раньше выходили, били, скажем так, небольшие свои рекорды. Да, конечно же, это старые игры, и очевидно, что на них будет не такой большой спрос. Но тот же Last of Us, тот же God of War, тот же Spider-Man довольно-таки неплохо продавались на ПК, и до сих пор продаются, и люди в них активно играют. И вообще, как мне лично кажется, Соник специально к этой игре максимально негативно относится, потому что он понимал, что Рэчет и Кланг не так уж и сильно, скажем так, понравился людям на ПК, в него просто не играют, потому что это, сюрприз-сюрприз, детская игра. Но обзор-то на игру сделать нужно, но обычный обзор, как раньше, он не проканает. Игра особо-то никому не интересна. Но если сделать громкое название «Сони потеряли ПК», натянуть всё вот так вот максимально на уши, то, конечно, можно выдавить, всё это как-то криво-косо связать, и сделать такой ролик негативный про Сони, про игру, что вот Сони скатились. Да, возможно, это, наверное, верная стратегия для просмотров, но, скажем так, все его мысли не совсем уж и логичные. Ну, это как бы всё бред не сумасшедшего, это мои какие-то личные придумки, и давайте посмотрим, точнее, послушаем, что же Сони говорит у нас про сюжет этой детской, я напомню, игры. «Рэчит и Кланг» — это серия игр про Рэчита и Кланга. Они что-то типа героев, которые постоянно спасают свою галактику от разных злых злодеев. И тут робот Кланг решил сделать подарок Рэчиту — портальную пушку, которая открывает, ну, как бы, порталы в другие параллельные вселенные. Но тут неожиданно, совсем беспалево, по стелцу на огромном летательном аппарате приходит злодей. Мы слушаем кринжовые диалоги между персонажами, и вроде мы его побеждаем. Но злодею Сантагонистович успевает при помощи портальной пушки испортить материю между вселенными. Если думаете, что звучит всё банально и довольно скучно, то, поверьте, ребята, всё намного хуже. То есть Соник на серьёзных щах обозревает детскую игру как полноценный ААА-проект. Да, таковым, как бы, эта игра является. Во-первых, она стоит фулл прайс, да, там 60-70 долларов, но говорить, что здесь сюжет слишком банальный и этому расстраиваться. Чувак, это детская игра, которая делалась для детей и детям такой сюжет банальный, детский, да, где просто прилетает злой злодиус, чё-то крадёт, на этом строится весь сюжет. Так построены большинство современных мультфильмов. И я это не один писал, ему это писали в комментариях, и он даже в телевом канале дал ответ на такие комментарии. Отвечаю, что якобы детский контент многие считают поверхностным, глупым, просто визуальным наслаждением. Да, есть контент детский, который прям делается для детей, просто с визуальным красивым стилем, с лёгким сюжетом, а есть просто контент, который и подходит в том числе для детей, но в нём есть и смысл. Допустим, какой-нибудь фильм по типу «Головоломки», очень хороший мультик, да, он для детей, но в том числе он и для взрослых, потому что дети некоторые не могут понимать весь глубинный смысл некоторых сюжетных линий. Тот же Шрек, который ты привёл в пример, да, это прекрасно, это хороший мультик, который мне самому лично нравится, но он только такой в первых двух частях, да, там есть какой-то небольшой смысл, особенно в первой части, что вот, якобы люди не такие, как и не кажутся на первый взгляд. Да, конечно, есть мультики со смыслом, которые подходят в том числе как для детей, так и для взрослых, потому что в том же Шреке есть и взрослый скрытый юмор, который, естественно, для детей никак не поймут, разумеется. Но есть контент, который делается откровенно только для детей. Допустим, «Свинка Пепа» или, там, не знаю, «Губка Боб» — это контент, который делается исключительно для детской аудитории, в который особо не вкладывают какой-то глубинный смысл, потому что дети этого могут просто не понять. Игры Sony отличаются как раз неплохим нарративом. В игре прекрасные анимации персонажей, классная мимика, но им буквально нечего играть. Диалоги пресные, шуток в игре много и почти все не смешные. Типа есть планета, на которой всех зовут Морд, и они всегда называют друг друга Морд. А я и говорю, слушай, Морд, вам с Мортом и Мортом лучше спрятать лимонад подальше от Морта. И Соник на серьезных щах сидит и разбирает детскую игру по полочкам, обозревает геймплей, сюжет, пытается шутки разбирать, говоря, что они не смешны. Соник, чувак, это детский контент, это детская игра с детскими шутками. Очевидно, что тебе, мужику, сколько тебе, 20-30 лет, очевидно, что тебе эти шутки могут быть не смешными. Но, блин, я уверен, моему маленькому братцу я дам эту игру поиграть, да он будет счастлив в это играть, видеть эти прикольные, тупые, блин, детские шутки. Но Соник подметил, что в этой игре есть две смешные шутки. Чтобы вы понимали, за всю игру я встретил две смешные шутки. Первая. Никуда ты не денешься. Конечно. Я жду, когда станет посложнее. Не надо посложнее. И вторая, когда Рэчит подкрадывается к главному злодею, случайно издает звук и происходит следующее. И поймите меня правильно, я не против простых историй. Не все медиа должны быть как игра престолов, как Берсерк или Морбиус. Можно и что-то легкое сделать. И я такое люблю. Например, есть игра Beyond Gooden Evil от старых Ubisoft. Она очень похожа на Рэчит и Кланка. И в ней тоже довольно простая история. Отличие только в том, что сюжетку просто интересно и весело проходить. А тут ты в первые полчаса понимаешь, о чем будет игра и чем она закончится. Короче, Сонику не понравился сюжет, потому что он простой и детский. Но ему понравился сюжет в другой игре, где он тоже простой, но там он просто не детский. Ну, да, в принципе, не аналогично. Но как бы это сюжет, здесь как бы вкусовщина и так далее. Давайте посмотрим, что он нам говорит про геймплей. Ну, что касается подачи, эпика и прочее. Конечно, Рэчит и Кланк это просто нечто. Другого от разрабов Спайдермена я и не ждал. Жаль, только в этом мало смысла. Мало смысла в геймплее, где присутствуют элементы экшена. Что ты сейчас снесешь? А какой смысл в других геймплейных экшн-сценах, в других играх? Это же просто экшн-сцены, чувак. Что за придирка? Опять же, я все больше склоняюсь к тому, что Соник специально все максимально натянул, чтобы просто на этот ролик собрать побольше просмотров. Но могу и ошибаться, конечно же. Что касается геймплея, то тут как раз тот момент, когда разрабы обещали революцию, новые технологии, все это благодаря знаменитому. Далее нам Соник рассказывает, что вот Соня рекламировала эту игру с ее быстрым SSD, с ее быстрыми переходами, и что это не так уж круто работает и не так классно реализовано в игре. Все это должно было жестко обновить игровой опыт игрока. И получилось ли это? И должен признаться, ребята, что конечно же нет. Итак, игра представляет собой экшена третьего лица в псевдооткрытом мире. В игре где-то 9 уровней, и на них ты выполняешь сюжет, побочки и занимаешься собирательством. Но об этом чуть дальше. Конечно, в первую очередь ты дерешься. Игра от тебя требует постоянного движения по арене, смену оружия для конкретной задачи, постоянные прыжки, чтобы увернуться от атак и лазера врагов. И в принципе не ужасно все это, но и нехорошо. Импакта почти нет, и удовольствие от боевки получить очень сложно. И как раз в этом плане очень бы помогли новые технологии, как возможность искривлять пространство. Но это работает только в фиксированных местах. Нельзя это делать, где тебе захочется. Из-за чего полезность этой фичи стремится к нулю. И вот здесь я с Соником полностью согласен. Поскольку Sony реально рекламировала свою новую консоль, вот этот вот SSD сверхбыстрый именно в этой игре, что вот смотрите, быстрые переходы там в быстрые порталы. Да, все это было, и как бы это все в игре есть. Но в очень маленьком количестве, что лично меня также расстроило. Потому что я думаю, что ты сможешь с этим играться на протяжении всей игры, в любом моменте, там будут быстрые порталы. Но нет, это реально есть буквально там в падочках моментов. Ну, этого много, но не так много, как хотелось бы. Потому что как бы, ну, Sony, come on. Вы рекламировали свою новую консоль именно этой игрой. И именно вот этой игрой вы рекламировали свою там быструю, скоростную скорость своего SSD. И вот этого реально было очень мало. Потому что боевка за Рэчит и Ривит абсолютно одинаковая. Понимаете, у них даже прокачка связана. То есть ты прокачиваешь что-то для одного персонажа, или получаешь какой-то гаджет. И мистическим образом это получает и второй персонаж. Причем это было даже в первой половине игры, когда Рэчит и Ривит даже не были знакомы. Да, это все пытаются объяснить. Типа, ты качаешь одного героя, и как бы магазин робот дает эти улучшения и другому персу, потому что этот робот помогает повстанцам. Но это натягивание совы на глобус, и жалкая попытка прикрыть сюжетную дыру. Нужно было сделать двух разных персонажей. У каждого свое оружие, своя ветка прокачки. Потому что иначе вопрос, зачем вам два играбельных персонажа, если разница между ними это только скин на модельке. Еще одна важная вещь в игре это платформинг. Но даже учитывая технические возможности игры, разрабы все равно каким-то образом умудрились сделать один из самых жалких платформингов, что я видел за последние лет пять в ААА сегменте. То есть он не ужасный, он просто ни о чем. Он визуально не впечатляет, плюс от тебя требуется буквально нажимать две кнопки и все. Никакого челленджа. Даже в моментах, где происходит какой-то эпик, от тебя требуется сажать одну кнопку. Ребята, вы можете себе представить Сонику, человеку, которому уже, не знаю, лет 20, который прошел огромное количество сложных игр, да, очень просто играется в детскую игру, которая и делалась, блин, для детей, с ее легким платформингом, таким, драйвовым геймплеем, хорошими экшн-сценами, где ты бегаешь, стреляешь, все собираешь, одной кнопочкой и быстро куда-то летишь. Да, это просто играется, потому что игра делалась, опять же, для детей. Соник, я тебе предлагаю сделать обзор на игру Губка Боб. Вот там ты вообще сможешь разгуляться, там геймплей еще проще, чем здесь. Там очень простой платформинг, там очень простая боевка. А нет, Соник, погоди, сделай лучше обзор на свинку Пепу. Там ты сможешь еще больше разгуляться, там тебе непаханное поле в разборе геймплея и сюжета. Пожалуйста, я тебя прошу, если ты это смотришь, сделай обзор на свинку Пепу. Мне будет очень интересно на это посмотреть. Вообще, я так подумал, я бы это видео, которое вы сейчас смотрите, я бы мог сделать буквально за 5 минут. Я бы записал одну фразу, в которой я говорю, что это игра для детей и на каждую фразу Соника, на каждую претензию к игре, я бы отвечал, это игра для детей. И так бы было весь ролик, потому что реально на каждую претензию я просто могу описать, что это игра для детей и не нужно к ней относиться серьезно, не нужно ее разбирать серьезно. Это игра для детей. Да, это ААА как бы игра за фул прайс, за полноценный ценник, конечно, на мой взгляд она не должна столько стоить, это очень дорого. На самом-то деле, если постараться, то ценник игры на самом-то деле реально можно оправдать, потому что то, как красиво выглядит игра, то, сколько в ней частиц, сколько в ней одновременно разных эффектов находится на экране, чуваки, ну я вам скажу, что не каждый мультфильм может себе позволить вот такую картинку, а здесь как бы игра. Как бы это реально очень высокобюджетный игровой проект, потому что он выглядит ничем не хуже, чем популярные мультики от Пиксара или от Диснея. Что касается контента в игре, то сюжетка более-менее норм проходится. Там много прикольных моментов и игровых ситуаций, боссы и прочее. Это контент стоит того, чтобы его пройти. Но вот со всем остальным все очень печально. Разрабы на все эти локации положили большой болт. Нет, серьезно, это не рофлс. В игре реально нужно собрать болты. И еще кучу другой чепухи. Иногда это интересно оформлено. Надо как-то по-особенному взять тот или иной предмет. Но по большей части это беспощадное вычищение карты от иконок. Сонику не нравится, что в этой игре геймплей очень простой. Ты просто бегаешь, все собираешь. Нет какого-то смысла в геймплее. Да, это вот его претензия к геймплею. Не кажется, он какой-то натянутый, да? Мне лично кажется, что он в детской игре ищет какой-то смысл в геймплее. Есть испытания, там ты прыгаешь по платформам и на батуте и как бы все. I sleep. Есть топ-миссии, но все они состоят из того, что надо что-то собрать. К тому же, квестов примерно по одному на каждой локации. Но с таким качеством лучше бы их вообще не было. Есть головоломки, но они настолько файл на в меню ставят опцию пропустить их. Типа, чуваки, мы знаем, что все плохо. Так что пропустите и не парьтесь. О боже, ребят, вы можете себе представить в детской игре простые головоломки, которые 20-летнему мужику кажутся скучными. Я до сих пор удивляюсь, как Соник делает серьезный обзор на детскую игру и жалуется на то, что в ней простые головоломки, которые еще и могут можно пропустить. Чувак, игра делает для детей. И если детям это будет сложно, должна быть кнопка, чтобы они смогли это пропустить и играли в игру дальше, а не удаляли ее. И как бы я реально верю, что Сонику в этой игре было скучно, потому что у него вон даже видосик на фоне какой-то идет. И как бы я тоже так в эти игры играю, потому что эти игры не серьезные, ты не должен к ним относиться серьезно. Это игра, которую ты включаешь, пока делаешь какие-то свои там важные или неважные дела, какую-нибудь лексу или какой-нибудь фильм смотришь, и на фоне просто играешь вот в такую прикольную, милую, детскую, очень динамичную, быструю игру, наслаждаясь визуальным стилем, наслаждаясь простым геймплеем. А Соник почему-то решил слишком серьезно к обзору подойти, и это не совсем правильно, как мне кажется. Игры с геймдизайном 2013 года надо оставить в 2013 году, пожалуйста. Потому что Инсомник делает второй Спайди, Росомаху, еще какую-то неанонсированную игру. Если там то же самое, то и игры студия просто перестанут покупать из-за стагнации. Я не пытаюсь как-то задеть разрабов студии, мне просто хочется, чтобы их проекты стали лучше. И факт того, что это бывший эксклюзив PlayStation 5, что эту игру делали Insomnia Games, ее не нужно из-за этого сравнивать с более, скажем так, крупными другими играми по типу Spider-Man, God of War, Uncharted, нет, это игры разного уровня. А Соник реально берет эту игру, детскую игру, которая неинтересна большинства взрослым геймерам, которая не зашла вот на ПК, но не зашла на ПК игрокам, он делает на этом выводы, что игры Sony скатываются и они никому не нужны. Тут мы как раз подходим к тому, почему Sony раз за разом гадит себе в штаны с релизом игр на ПК, почему все постоянно проваливается. Понимаете, долгие годы Sony привыкли к красивой сказке, в которой они живут. Если они что-то выпускают, не важно, что консоль, игры, то это фанаты жестко и бескомпромиссно покупали. Собственно, как недавно скупили консоль со стилизацией под Человека-паука. То есть фанат Sony это очень простой человек. Я не понимаю, а где, какая игра от Sony на ПК провалилась? Я только помню, что Last of Fast, но и то он провалился не потому, что игра неинтересная, а просто системные требования были максимально неоптимизированы, игра просто была не готова. Все остальные игры от Sony, которые выходили на ПК, они практически все удачные, только Анчик 4 не особо-таки людям понравился, но это просто в принципе неинтересная игра на самом-то деле. Да, пускай она там главный, чуть ли не главный эксклюзив PlayStation, но на самом-то деле это не так. Анчик 4 это очень такая посредственная игра, но все остальные эксклюзивы, там God of War, Horizon, Spider-Man, Days Gone, Death Stranding, это очень годные игры, которые люди с удовольствием играли на ПК. Я не понимаю, а где Sony провалились? Что не так с их играми? Камон, Соник, ты сам хвалил их прошлые игры, когда они выходили на ПК. Просто там, видимо, было выгодно их хвалить, потому что эти ролики собирали просмотры. А здесь ты понимал, опять же, что если ты сделаешь обычный обзор на эту игру, то он никому не нужен будет. Ну серьезно, я все больше в этом убеждаюсь. Пехгоду Уора и Spider-Man, но все так получилось, потому что люди были шокированы такими переменами. Десятилетиями люди не получали экзо Sony на ПК, и вот они тут. Хайп, конечно, был огромный, но он, как и любой другой хайп, прошел, а Sony отказываются это принять. Поэтому выпускают игры, которым иногда по 8 лет. Все это без рекламы, без нововведений каких-то из-за фулл прайс. Sony по большей части забыли, что такое конкуренция, а на ПК она большая. Если хочешь, чтобы твой порт купили, когда с игры уже песок сыпется, то постарайся хотя бы немного. Все стараются угодить потребителю, но не Sony, которая считает, что ты должен купить их старые игры по фулл прайсу, просто потому, что они Sony. А новые игры мы не дадим, они для элиты. Тебе только через пару лет скинут кость со стола небожителей. Или возьмем Ghost of Tsushima. Она выйдет на ПК. И лично я бы рекламировал проект. Новые фишки какие-то, на презентации бы показал игру. И конечно же продавал бы ее за 40-50 долларов максимум. Плюс раздавал бы бесплатно DLC про остров. Игроки оценят этот жест. И онлайн у игры будет приличный. Но нет, Sony выпустит игру на ПК без какой-либо рекламы, будут продавать по фулл прайсу или даже за 70 долларов, как Last of Us, потому что там еще DLC с PS5. И будет опять провал. Вот так в этом и заключается суть и стратегия Sony. Их игры не нуждаются в рекламе. Ты сейчас дропни Bloodborne или Ghost of Tutsim на ПК, на Steam. Ее будут покупать, ее будут скачать, потому что это суперразрекламированные и супер годные интересные игры, которые не нуждаются в дополнительной рекламе. И эти самые игры будут продавать консоль, потому что допустим вот выходит God of War на ПК, люди в него играют, знают какой он охуенный пиздат, и какая-то хорошая игра. Но вот незадача. Вторая часть выходит только на PS5. И люди многие реально задумываются о том, то скорее всего нужно покупать себе PS5, там такие годные игры. Тот же Spider-Man 2. Люди поиграли в год назад Spider-Man 1 на ПК, ему и он им очень сильно понравился. Но опять же, Spider-Man 2 выходит только на PS5. И я уверен, что многие себе реально из-за Spider-Man 2 купят PS5. Игра средняя на 6,5 из 10. Играть только, если вам нечего делать, или если вы часть фэндома, которого нельзя называть. В общем, суть в том, что Sonic делает серьезный обзор на детскую игру, которая делалась для детской аудитории. И на этой основе считать, что вот игры с Sony теперь скатываются, ну как мне кажется, это не совсем правильно. Я лично не вижу никакого скатывания игр с Sony на ПК. Ну да, там какой-то анчик не зашел, да, вот эта игра не зашла, но все остальные, почему-то слитые эксклюзивы Sony на ПК, отлично продаются, отлично скачиваются с Торрента и не мешает людям в них играть и продавать там консоль PS5. В общем, в этом видео во многих моментах я с Соником максимально не согласен. Мне кажется, он слишком серьезно подошел к обзору, не учел тот факт, что эта игра для детской аудитории делалась, не знаю, нарочно он это сделал или нет, я сначала подумал, что этот ролик вообще какой-то рафляный, смешной, но нет, он на полных щах сидит, все это обсуждает, как по мне, это немножко опять же неправильно. Скажу еще раз, что к Сонику делает неплохие видеоролики, не со всеми роликами я согласен, как допустим вот с этим вот, но сам чувак классный, поэтому если что, чувак без негатива, вдруг ты это как-то увидишь. А если вам, дорогие друзья, ролик понравился, то поставьте лайк, пишите комментарии, как вы считаете, кто прав, я или Соник, возможно реально не прав, поэтому как бы я открыт к критике. Пишите комментарии, все пообсуждаем, мне приятно с вами общаться. На этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока ребят, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok